Хоба! Привет! С вами доктор Влад. Ой, немножко у меня голова кружится. Учу экзамены вот эти вот на радиолюбителя. Так сложно. Я когда сдавал, 49 лет назад, было проще гораздо. Вот, а сейчас, ну ладно, сдадим. Чё новости-то какие новости? В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным. Обратились трудящиеся к Пескову, а Песков сказал, дискутировать не о чем. Ну, вообще есть о чем. В принципе, это для чего делать? Потому что все равно 31 числа бухают. Так что какой смысл делать его рабочим днем? Никто не работает. Я вам больше скажу. Если 31 сделают выходным, то бухать начнут с 30. А вообще так, по идее, бухать начинают, по моим подсчетам, где-то с 20 чисел до декабря и больше, чем половину января. Никого не найти. Ну, я пока жил в Саратове. Никого не найти. В любую организацию без толку идти. Или бухи, или просто нет никого. Как-то так. Так что хоть 31, хоть какое, надо, как это говорится, надо выпить. Все равно выпьют. Хоть на работе, хоть где. Конгресс США продолжит открытое слушание по импичменту Трампа. Да, вот сегодня. У меня там в конце есть даже, что будет конкретно. На неделе... А, на следующей неделе запланировано слушание сразу с 8 свидетелями. С 8 свидетелями, написали ЛИА Новости. С 8 свидетелями! Безграмотность. По украинскому делу. Во вторник показания дадут помощник вице-президента США Дженнифер Уильямс, эксперт по Украине в Совете по нацбезопасности, ну и так далее. Вы, кстати, не знаете, я не знаю. Ну, в общем, дадут ему, как говорится. Ой, я, главное, нашел такую новость, потом ее стер. Потом опять, думаю, поставил. Неудобно. Короче, Трампа второй раз засекли на фотографии, что у него к ноге прилипла туалетная бумага. Вот. Ну, в общем, это неудобно как-то, да. Но, тем не менее, уже американцы смеются второй раз, да. А я так думаю, почему смеются. Вот, если бы у Обамы... Ну, мало ли с кем бывает, да. У Обамы такое случилось. Никто бы внимания обратил. Вот. Ему подсказали, мол, товарищ Обама, посмотри на каблучок, да. А этому даже не подсказывают. Его не любят. И, кроме того, туалетная бумага, это, знаете, это очень примечательно, да, что он сам засанется. Понятно, да? Вот так. Ладно, дальше. О, опять газета Ру не работает. Не, ну, надо же, а. Вот опять газета Ру, и что с ней с этой газетой Ру? Вообще непонятно. Что хоть у меня тут было? А, россияне потратили 17 миллиардов рублей за два дня распродажи. Знаете где? Ну, вот на Алиэкспрессе 11-го, 19-го была распродажа. Вот. И там что-то ещё интересно было написано. Мало того, что 11-11, типа, они всегда делают. А там ещё было написано, что это день холостяка, что-то, типа, да. Не знаю, о таком не слышал. Я в холостяках мало ходил. Как-то сразу начал жениться, жениться, жениться. Так, вот, закрою эту газету. Смотрите-ка, журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной. Он певец, автор и актёр. Вы знаете, я что хочу сказать? Вот если кто-то знает Джона Ледженда, это я только с киношниками. Он сильно похож. Я вообще был уверен, что это один человек. Нет, это другой человек. Он сильно похож, знаете, на кого? Был такой какой-то фильм. Главную роль играл парень, который на велосипеде всё развозил. Ну, в Америке, по-моему, даже в Нью-Йорке. Ну, разводил какую-то корреспонденцию, типа, наручного, да. Вот. И вот точно, ну, как две капли перцовки, ей-богу. Что за фильм? Интересно. И вообще, что вы скажете? Похожи они или нет? Или просто как по нации? Вот. Ну, типа, как Карл Маркс похож на Фридериха Энгельса. Так, дальше. А, вот, ну, про него тут есть. Ну, он в кино, да, но он не играл. Нет, это явно не то. Он какой-то... Он больше занимается... У него собственная кинокомпания. Вот такие дела. У него и Грэмми, и Оскар, и Глобус, и чё-то знаю, чё только нету. Да, и песни поют. Молодец. 40 лет ему. В обед. В Пистерсбурге две машины за один день застряли под мостом глупости. Вот зачем его вообще сделали? Сделали мост очень низко. Ну, правда, ни одна машина не проезжает, кроме велосипеда. Вот. И написали, что ехать нельзя. Но если русскому написать нельзя, он всё равно поедет. И уже застряли сразу две. Грузовик и автобус. Мрак. Да, вот он. Так и называется мост глупости. Ёла-пала, это что такое ещё? Нет, скам. Вот смотрите, скэм сразу, да? Скэм. Скэм. Написано, что это скэм. Ну, то есть это какая-то реклама. Ещё не красная. Обычно ещё красная бывает. В Москве хирурги спасли младенца, на которого напала собака. Ребята, это, конечно, очень хорошо. Что спасли. Ну, спасли, но жить он будет. В крайне тяжёлом состоянии. Восемь месяцев ребёнку дома на него напал аргентинский док. Тяжёлые травмы головы, лица, грудной клетки, оскорчатые переломы, внутримозговая гематома, шесть часов операции. Потом лежал в больнице и так далее. Знаете, я что хочу сказать. Бывают собаки, которые открывают охоту. Ну, хозяйская собака открывает охоту на детей. У меня, ну, было таких вот случаев. Причём в Дмитрове, там ещё. В Дмитрове, в Саратове, да, я был знаком с собачниками. Вот. И просто вот у нас в доме, вот лично, где я жил, в Дмитрове, да, там, значит, вот одна собака, я сейчас не помню какая. Такая, типа, афгана, вот такая большая собака, да, открыла охоту на семилетнего ребёнка. Не, не афган, ну, не важно, азиат, что ли. Ну, крупная собака, да. И вот им пришлось от неё избавляться. Ну, в смысле, отдали кому-то. Потому что с этим не справишься. Я не знаю, почему это бывает, но именно охота на хозяйского ребёнка. Не больше, не меньше. Плохо это. Южак, Южак, вспомнил. Южак, такая лохматая. Ну, знаете, да, южно-русская овчарка. Вот такие дела. Корвет Гремящий загремел на Северный флот на госиспытания. Прибыл, да, корвет Гремящий. Ух, на нём могли бы быть размещены и новейшие гиперзвуковые ракеты Циркон. Ну, как же они могли бы быть, если их нет вообще? Вот мне что интересно. Отмечается, что Гремящий добирался до Белого моря в сложных гидрометеорологических условиях. Ну, вода-то мокрая. А русские корабли плохо по воде ходят. Они больше посуху. Посуху. РИА-новости. Мы знаем, что сайт выдает ошибку и работает над этим. Ребят, что творится в интернете, а? Вот, ну, я не пойму, что это такое. Что я тут прогремящий? А, вот, да, РИА-новости. В Мурманске ликвидировали открытое горение. Я думаю, мэра. Ликвидировали открытое горение на судне у причала. Пожарчик. Сегодня пожарчик. Ну, маленький пожарчик. Судно «Амметист». Амметист. Так. Эксперт прокомментировал сообщение о суперсделке Трампа для Эрдогана. Помните, я вам говорил, он на 100 миллиардов ему сделку предлагает. Ну, он, знаете, как пишет, что Трамп ничего не... Во-первых, Турция не будет портить отношения с Россией. НАТО русские. И Гасперт. Несмотря на любые предложения Трампа. Ну, это как сказать. Смотря на что предложить. А во-вторых, значит... К тому же, Трамп в решениях не самостоятельен. Там ещё Конгресс должен сказать своё слово правильно. Вот это правильно. Потому что Трамп, во-первых, его давят, но дело даже не в том. Даже если бы не давили. Ребята, президент в России и президент в Америке – это две большие разницы. Вы понимаете меня, да? У него там столько противовесов. Если может какой-нибудь федеральный судья, там, я не знаю, где-то... Ну, даже... Или не федеральный, а в штате. Судья может сказать, не-не-не-не-не, мы тебя не видели. Нет, закон не будем исполнять. Вот так. Росстат зафиксировал опережающий рост цен на гречку. Вот третий раз говорю, наверное, за месяц. Это одна и та же, одно и то же, значит... Вот этот рост цен. Один и тот же, вот, ну, наконец, один и тот же рост цен, или разные цены, или разные росты на 2%. С 6 по 11 ноября подорожало на 2 с лишним процента. Да это как это так? А что дальше будет? А, во! Все, тут же написано все. С начала ноября цены на крупу выросли на 4%, а с начала 2019 года на 20%. Нифига себе! Реа Новости. Мы знаем, что сайт выдает ошибку и работаем над этим. Да это что такое, а? Пострадавшим от паводков при Ангаре хозяйством выплатили 470 миллионов рублей. 470 миллионов! Я больше чем уверен, что 4,69 миллионов между собой. А миллиончик, нате вам вот, нате, нате, прибей, нате. Как пить дать, ребят? Все разворовали. Росстат отчитался об ускорении экономики почти в 2 раза. Ну, это глупость. Даже я читать статью не буду. Но сейчас новый Росстат. Вы знаете, они пишут то, что нужно. Ветеран ФСБ. Вот интересно, это из истории. Шпион пытался попасть на орбитальную станцию СССР. Вот это да. Вот это еще, знаете, программа была «Союз Аполлона». Такие сигареты были вкусные. Вот. И хотел шпион под видом космонавта. Где такого шпиона нашли, чтобы в космос полетить? Это же нужен подготовленный человек. В фильмах Марвел, кто интересуется, появятся 3 новых супергероя. Я сам люблю кино, поэтому иногда киношные какие-то дела. Новые супергерои. «Мисс Марвел», «Лунный рыцарь» и «Халк. Женщина». Такая же женщина. Ну, Халка знаете, да. Халка все знают. Продюсер заявил, что концерты Максима Галкина в России могут запретить. Телепродюсер и экс-игроп КВН Леонид Мазор прокомментировал недавний концерт шоумена Галкина в Новосибирске. Кто-то мне сказал, мужик, все, теперь конец ему. Ну, вот правильно, вот тут еще подтверждение. Завершились съемки «Девятого форсажа». Ну, это у меня уже через край кино, кино, кино. Ну, «Девятый форсаж» сняли, и хорошо. Ну, там, знаете, кто будет? Хелен Мирон. Вот, мне так нравится эта актриса. Ой, такая она. Она играла где? Она играла «Рэд», по-моему, да? Вот эта такая она вся с автоматами, с пулеметами. В американском конгрессе, вот, начались публичные слушания. Начались, начались. Трамп не согласен с обвинениями и считает процесс надуманным. Да, где-то куда-нибудь. Путин наградил миллиардеров орденами. Я вам говорил, что он сына, да, своего тренера по самбо. А сейчас еще Владимира Ботанина и Бориса Ротенберга. Ой, медали, награды. А еще, знаете, кого? Крутого. Игорь Крутой. Тоже награжден. Но он тоже там где-то рядом подлизывает. В восточной части США зафиксированы рекордно низкие температуры. У нас центральная часть, но вот на востоке, смотрите, то же самое. Что интересно, в восточной части США из-за циклона с воздушными массами арктического воздуха, образовавшегося на территории Сибири, зафиксированы рекордно низкие температуры. Вот так. Минус 15. А, города Нэшвилл и Баффало. Вот чудные, а? Пишут. А штат какой? Этих Нэшвилла знаете сколько? Баффало. У нас вон Баффалгруф. Спрингфилд. У нас столица Спрингфилд. Ой, господи. Уэйко. Ну, в общем, много. О, наш Чикаго. Вспомнили. В Чикаго уровень выпавшего снега составил около 15 сантиметров. Да, у нас что-то 900 рейсов отменили, что-то в этом роде. Да, не очень-то хорошо. А, у меня всё, но не для ролика всё. Елена Печудина снова у нас со стихами. Посмотрите, ребята, порадуйтесь. Вот такие стихи. Классные. Всего хорошего. Я с вами прощаюсь. До завтра. И смотрите стихи. Закружились первые снежинки. Снова к нам зима стучится в двери. На озябших веточках рябинки сочных ягод гроздья залили. Налетели шумные синички. Воробьишек местных разогнали. Устроили на ветках перекличку. Кормушки подзывая свою стаю. Солнышко играет с нами в прятки. То блеснёт, то скроется за тучи. Ветер, озорной надев крылатку, Вверх подбросил старых листьев кучу. Засыпают до весны деревья. Им, наверное, снятся сны цветные. Как в лучах весенних сладко греясь, Облака несутся кочевые. Притихла в ожидании природа. Когда зима заботлива и нежна, Метели с северных широт пригонят, Чтобы укутать одеялом её снежным. Ты мой ангел, ты мой идеал. Для меня в тебе нет недостатков. За любовь поднимаю бокал. Пусть у нас будет в жизни всё сладко. Мы скитались с тобою полвека. Дети выросли наши давно. Для любви нет преград и запретов. Происходит, что предрешено. Ты на севере жил, я на юге. Нас свела всё же вместе судьба. Наши души узнали друг друга. Лучше поздно, чем никогда. Когда бывает так тоскливо, Что выйти охота на луну, Собрав в кулак остаток силы, Я двери храма распахну. И преподок святым иконам В слезах молитву прочитав, И станет на душе спокойно, Развеют свечи боль и страх. И у распятия владыки Я на коленях постою. Ты за людей пошёл на муки, За нас отдавши жизнь свою. Прости, спаситель благородный, Потомка грешного испуг, Который в храм бежит Господний, Когда лишь клюнет жареный петух. Если вдруг немного станет грустно, С фотографиями я беру альбом. И такое сказочное чувство Душу наполняет вдруг теплом. Старые потрёпанные снимки, Чёрно-белые, немного с желтизной, Сердцу милые, бесценные картинки, Вы всегда хранитесь под рукой. А в вас вся жизнь С рождения до смерти На листках альбомных замерла, Размывая грань десятилетий, Возвращает в прошлое меня. Вот с дедушкой и бабушкой смеются За праздничным обеденным столом. На свадьбу мамы с папой соберутся, Родные и соседи, всем двором. А вот и я качаюсь на качелях, От солнышка прищурило глаза. Вот с мамой укачусь на карусели, Бежим домой, спугнула нас гроза. Вот школа, первый класс и выпускной, А здесь с букетом в свадебном я платье. На этом фото маленький сыночек мой В аллеях парка мчит на самокате. Чёрно-белые цветные фотоснимки, Сколько в них души, любви, тепла. Храним мы сердцу милые картинки, Чтоб в памяти остались навсегда. Из глубины вселенской дали, Стирая грань былых веков, Летит убийца идеальный, Апофис, грозный астероид. Ему неведома пощада и жалость, Сколько ни моли, Вонзить свое стальное жало Он хочет в центр самой земли. А на земле своя забота, Все раз привойны и раздор. Объединяться надо, Чтобы стальному монстру дать отпор. Но побороть гордыню с чуанством Вожди земные не хотят, И остается государством Надежда на авось опять. Моя муза самая лучшая, Самая нежная и певучая, Самая яркая, Самая страстная, А для кого-то немного опасная. Фея лесная, Чуть-чуть озорная, С русыми косами чудо-курносое, На лире играет, Меня озаряет, Немножко смешная, Такая родная.